Алексей Гончаренко 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 и геноцидом черкесского народа. Я внес в парламент Украины проект постановления о признании геноцида черкесского народа. Очень надеюсь, что он будет рассмотрен и принят. Как ранее, тоже я инициировал проект постановления Верховной Раде о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. И в итоге было принято решение парламентом Украины о признании геноцида чеченского народа и признании Ичкерии оккупированной Россией. Мы считаем, что мы должны идти дальше и поддерживать и другие народы, в первую очередь Кавказа, в их стремлении к независимости. Потому что, ну не только Кавказа, но я говорю о Кавказе, потому что народы Кавказа показывали многократно свой огромный потенциал к борьбе и независимости. Это и черкесы, которые сражались больше ста лет, это и чеченцы, которые фактически выиграли первую войну против Российской империи в 90-е годы. И только колоссальным напряжением усилий и расколом внутри самих чеченцев Россия смогла покорить и поглотить опять Чечню. И опять совершила страшный геноцид чеченского народа. Сегодня Россия совершает геноцид украинского народа. Это то, что происходит и то, за что, конечно, Россия должна понести ответственность. Но это их, к сожалению, стандартная имперская практика. И не надо даже ходить в какие-то далекие годы. Очевиден цикл, как существует Российская империя. Сначала они покоряют тот или иной народ, а потом превращают его в пушечное мясо для того, чтобы атаковать следующих. И так это происходит, к сожалению, в истории. И покоренная Черкесия сегодня, там Россия набирает молодежь, мужчин, для того, чтобы кинуть их, убивать украинцев и умирать в Украине. Еще одно их преступление. То же самое после покорения Чечни, нерожденные еще в 2000 году чеченские мальчики. Сегодня уже мужчины, которых Россия отправляет убивать украинцев. То же самое они делали, делают в Южной Осетии и Абхазии, которые оккупированы ими на грузинские территории, которые оккупированы сегодня Россией. И там тоже Россия набирает людей для того, чтобы их кинуть, убивать украинцев. И украинцев Россия так отчаянно хочет и Украину захватить, и украинцев покорить, потому что ей нужны миллионы украинских мужчин, чтобы идти дальше, чтобы атаковать страны Балтии, чтобы атаковать Польшу, Румынию, Грузию, Молдову и другие страны и захватить их. Поэтому наша задача всех народов, которые столкнулись с Российской империей, это уничтожить Российскую империю. Российская империя должна быть уничтожена. И это та задача, которая должна стоять перед нами. Россия должна быть деимпериализирована, должна произойти деколонизация народов. Эти народы должны получить право самостоятельно решать свою судьбу, право на независимость. И одним из таких народов, безусловно, являются черкесы, которые имеют право строить свою собственную страну и строить свое собственное будущее без гнета со стороны России. Как бы это Российская империя ни называлась, Российская империя, потом Советский Союз, сегодня она называется Российская Федерация, но суть абсолютно не меняется. Это все та же политика колонизации гнета и вот такая имперская политика агрессии в отношении всех народов, которые, к сожалению, имеют несчастье жить рядом с Российской империей. Поэтому это та задача, которая сегодня перед нами с вами стоит, и мы должны ее вместе выполнять, и мы должны вместе добиться ее осуществления. Кстати, тут активные интересные события происходят в Черном море. И вот тут интересно, вчера российская пропаганда стала говорить опять о Черном море, и один из их пропагандистов сказал, что Черное море должно стать внутренним морем России. Ну, понятно, то есть это российская пропаганда в очередной раз показала свое безумие, потому что я хочу посмотреть, как они собираются захватывать страны НАТО, Румынию, Болгарию, Турцию, и каким образом они это могут сделать. Но это пока подчеркивает огромный интерес Российской империи к Черному морю, и вообще Российская империя будет империей и может себя считать империей, только имея выход к Южным морям, к Черному морю. А если мы посмотрим на карту, то мы прекрасно вместе с вами увидим, что, собственно говоря, сегодня Россия выходит к Черному морю только благодаря оккупированным территориям Украины и благодаря оккупированным территориям Черкесов. И независимая Черкесия ставит вопрос о том, и может решить задачу того, чтобы Российская империя вообще не имела выхода к Черному морю. Вместо того, чтобы Черное море стало их внутренним, я думаю, оптимально это, чтобы Российская империя выхода к Черному морю не имела вовсе. Но еще раз повторюсь, главная наша задача, это чтобы эта империя, Российская империя, перестала существовать. Пока она существует, мы будем под постоянной угрозой, или как черкесы под колонизацией, гнетом и оккупацией, либо как украинцы сегодня в постоянной борьбе и войне за свою независимость и за свою свободу. И эту задачу мы должны с вами решать. Очень важно, что черкесы сегодня обращаются к свободному миру, и это очень важно. Очень важно, чтобы черкесы продемонстрировали свободному миру, что у нас одни ценности, что черкесы — это народ толерантный, что черкесы... Потому что сегодня очень много таких фобий, я скажу вам, на Западе по поводу того, что будет после распада Российской империи. И это, кстати, последняя колониальная империя Европы. И вот там есть фобии, кто будет контролировать ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения, кто будет в Сибири, что будет на Дальнем Востоке. И одной из фобий является, что будет на Кавказе, не начнется ли на Кавказе кровопролитные войны между народами Кавказа, не поднимет ли голову исламский фундаментализм и не станет ли Кавказ базой для террористов. Это одна из фобий, которые сегодня есть у Запада. И я думаю, очень важно нам с вами работать с этим и показать, что абсолютно наоборот, что корень войн на Кавказе и кровопролитие — это Российская империя. Что именно Российская империя разжигала эту межнациональную рознь, специально дробя территории, сталкивая народы лбами, отбирая одни земли у одних народов, отдавая другим для того, чтобы максимально посеять вражду между народами. Это классический принцип дибеда и темпера — разделяя власть. Классический имперский принцип, по которому Россия живет. Что черкесы и другие народы Кавказа — это народы толерантные, это народы, которые хотят жить в мире, которые разделяют ценности свободного мира, демократию, права человека, верховенство права. И именно на основе этих ценностей черкесы будут строить свою независимую страну, когда смогут это сделать, так же, как другие народы Кавказа. Это очень важно продемонстрировать свободному миру, потому что в противном случае поддержку найти будет очень сложно. А поддержка нужна и поддержка важна. Поэтому призываю вас работать в этом направлении, и это станет залогом успеха. Я еще раз благодарю вас за приглашение меня выступить на сегодняшнем конгрессе. УПСАУ, я благодарю вас за то, что вы боретесь. Я призываю вас сделать это все более активно с каждым днем. Никто не подарит вам свободу. Свободу вы можете добиться, вы можете добиться свободы только сами. Но мы, украинцы, готовы поддержать вас в этой борьбе. Спасибо еще раз УПСАУ. И надеюсь, что меня было видно и слышно, потому что обратной связи нет. Я всегда на связи. И наше объединение «За свободный Кавказ», мы готовы с вами сотрудничать. И созданный мной с коллегами в Украине Институт Кавказа, мы готовы и будем рады сотрудничеству и взаимной работе. Украина Институт Кавказа